В Приднестровье пришла настоящая жара. Столбик термометра достиг и превысил отметку в 30 градусов. В такую погоду могут обостряться практически все хронические заболевания. Да и для здорового человека зашкальная жара – испытания на прочность. Как уберечься от палящего солнца, собрали советы у медиков и горожан. Жара – это настоящее испытание. В группе риска пожилые люди, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные женщины, кормящие матери, а также младенцы. Впрочем, получить тепловой удар может даже полностью здоровый человек. Поэтому старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Самое опасное время – с 11 утра до 16 дня. Вода в помощь, но только избегайте холодного. Алкоголь отложите в сторону, замените его, к примеру, квасом или чаем. Здоровым лицам пьем не меньше полутора литров за день. Тем людям, у которых есть повышенное давление, жидкость, наоборот, следует ограничить. Где-то до 800 мл, потому что избыточная жидкость, задерживаясь в организме, будет давать повышение давления. То есть при любых отклонениях нормального состояния лучше обращаться, конечно, к ручу. И обращаем внимание на тех лиц, которые находятся рядом с нами. То есть если вы видите, что человек встал плохо, покраснел, какое-то сердцебиение, подкашиваются ноги, усадить в тени, напоить водой комнатной температуры. На кондиционерах выставляем не меньше 23-25 градусов. Кстати, хороший эффект дает горячий душ. А на реке нужно медленно, привыкая, заходить в воду, чтобы избежать спазма сосудов. Для организма это температурный шок, с которым он всячески борется, тратя остатки энергии. На улице 3 часа дня, очень жарко, мы вышли поговорить с горожанами, спросить, как они спасаются от жары. Сама я очень люблю лето, и, наверное, мой главный рецепт – это пить много. И, конечно же, на реку. Мы любим жиру, витамин Д. Вообще умываемся часто, большее количество воды пьем. Я великолепно, люблю жару, люблю пляж. Вот когда такая сухая жира, очень мне нравится. Ну, когда влажность присутствует, тогда, конечно, тяжело. Во-первых, в жару не стоит ходить, одевать головной убор, это прежде всего. А потом просто под душем стоять холодным, на море купаться. Ну, у нас его нет, значит, на реке. Как спасаетесь от жары? Есть какие-то рецепты? Лиман. Пьем воду и носим головы, головные уборы. И вообще хорошо переносим эту жару. Кто плохо переносит, тем под кондиционерами надо сидеть. Конечно, нельзя купаться в монтане, но нам жарко, и мы купаемся все равно. Вода, головной убор, я не знаю, простынями мокрыми завесить окна, я не знаю. Вообще-то, река, бассейн. Летом рекомендуется носить одежду светлых тонов. Позаботиться следует и о рационе питания, сократить потребление тяжелой пищи. Головной убор, солнцезащитные очки и крем вам помогут. Следуйте этим советам, тогда и лето будет в радость. Головной убор, солнцезащитные очки и крем вам помогут.